Всем привет! С вами канал Космостар. 13 июля могло бы исполниться 99 лет знаменитому актеру театра и кино, народному артисту СССР Михаилу Пуговкину, но его уже больше 10 лет нет среди живых. Он прожил долгую и насыщенную событиями жизнь, сыграл более чем 100 фильмах, завоевал всенародную популярность и признание, но на его долю выпало немало испытаний. Зрители даже не догадывались о том, чего ему стоил лихой танец в свадьбе в Малиновке и как ему дались другие комедийные роли. Михаил Пуговкин родился в 1923 году в бедной деревенской семье. Школа находилась далеко от дома, а родители нуждались в постоянной помощи по хозяйству, поэтому Михаил окончил всего три класса. После того, как мать тяжело заболела, семья переехала к родственникам в Москву, только там можно было сделать операцию. Мальчику было всего 13 лет и его никуда не брали на работу, тогда он добавил себе пару лет в документах и устроился на завод учеником электромонтера. После работы он занимался тем, что ему приносило настоящее удовольствие и играл в драмкружке. Однажды его увидел на сцене директор Московского драмтеатра, режиссер Федор Каверин и пригласил 16-летнего артиста во вспомогательный состав своей труппы. Так началась театральная карьера Пуговкина. Кинодебют актера состоялся в 1940 году. Съемки его второго фильма завершились 22 июня 1941 года, в тот день, когда началась война. А 24 июня актер ушел добровольцем на фронт. Он служил разведчиком в 1147-м стрелковом полку. В октябре 1942 года Пуговкин был тяжело ранен в ногу, началась гангрена, была высока вероятность ампутации. В счастье, этого удалось избежать, но в будущем больная нога доставляла ему немало хлопот и создавала проблемы на съемках. После ранения Пуговкина комиссовали. Вернувшись домой, он устроился в Московский театр драмы, а затем стал студентом школы, студии МХАТ. Правда там актер так и не доучился, на втором курсе был отчислен за неуспеваемость. С 1960 года Пуговкин решил завершить театральную деятельность, и полностью посвятить себя кино. Большая часть его фильмов – комедии, в которых ему доставались, как правило, роли второго плана. Но он превращал их в настоящие шедевры, благодаря чему заслужил народную любовь и славу в не меньшей степени, чем актеры, исполнившие в этих фильмах главные роли. Зрители привыкли видеть его на экране неунывающим и задорным, хотя часто подобные роли давались ему нелегко. Например, в фильме «Свадьба в Малиновке» ему нужно было лихо отплясывать. Танец, названный в комедии в ту степь, на экране длился всего минуту, а разучивать его пришлось полтора месяца. Пуговкин так плясал, что никто из съемочной группы и не догадывался о его тяжелом фронтовом ранении. О том, что ему досталась роль второго плана, актер не сожалел. На съемках нередко случались ситуации, которые стоили и душевных сил, и здоровья артисту. Так, например, во время работы над фильмом «Спортлото» 82 Пуговкин сильно обжегся. Его третья жена рассказывала, электрочайников в гостиницах не было, воду нагревали большими кипятильниками, и Александра Николаевна случайно опрокинула на мужа палитровый бидончик с кипятком. Вся алушта приносила Пуговкину облепиховое масло и другие заживляющие народные средства. После этого актер ходил с тросточкой и даже просил режиссера заменить его на съемочной площадке. А на съемках «12 стульев» Пуговкин сильно простудился, когда рубил стулья на холодном ветру. В результате он заработал радикулит. Обо всех этих проблемах знали только его близкие, актер не привык жаловаться на трудности. Даже инвалидность Пуговкин оформил только в начале 1990-х годов, до этого он никому не говорил о том, что с ним случилось на войне. Михаил Пуговкин всегда был популярен у противоположного пола. Впервые он женился еще в 1947 году. Его избранницей стала актриса Надежда Надеждина. Молодые люди вместе выступали в Амхате. Супруги были счастливы вместе, и менее чем через год после свадьбы у них родилась дочь Елена. К сожалению, спустя 12 лет брака отношения между супругами стали портиться, и они приняли решение о разводе. В 1991 году ушла из жизни вторая жена Михаила Пуговкина, певица Александра Лукьянченко, с которой он прожил 32 года. Дочь актера рассказывала, папа никак не мог смириться с ее уходом, он впал в депрессию. После этого он уехал на съемки в Ялту и остался в Крыму, не мог возвращаться в Москву, где все напоминало о бывшей жене. Через какое-то время он встретил в Ялте администратора Суиз-концерта Ирину Лаврову, которая стала его третьей женой и оставалась с ним до последних дней. В последние годы Михаил Пуговкин тяжело болел. У него был сахарный диабет, астма, стенокардия и атеросклероз. Вскоре после 85-летнего юбилея актер перенес инфаркт, после чего отказался лечь в больницу. Состояние его здоровья стремительно ухудшалось. 25 июля 2008 года у него случился микроинсульт, после чего сердце актера остановилось.